Привет, меня зовут Саркис и это Атом Дуба канала физики. В этом видео ты узнаешь, что такое гидрофильность, гидрофобность, поверхностное натяжение и смачиваемость. Я решил снять это видео после того, как получил видео вопрос от простого школьника из отдаленной провинции, в котором он демонстрирует, что обычная ситечка для чая становится непрозрачным для воздуха, если его опустить под воду, а также, что с помощью этого его можно даже заставить плавать. В своем видео он даже выдвинул версию происходящего. Ну все понятно, это же Саркисово ускорение. Сначала повторим эксперимент. Мое ситечко тоже металлическое, поэтому легко тонет в воде, как бы я его не поставил. А вот если сначала намочить ситечко, то на нем остается тонкая пленка из воды, которая и делает ситечко непрозрачным для воздуха. Пленку эту видно, если сильно приглядеться. Теперь, если оставить внутри достаточное количество воздуха, чтобы система была достаточно легкой, то ситечко может плавать. Теперь это не дырявая корыта, а герметичный корабль. По крайней мере, пока пленка где-нибудь не лопнет, открыв путь для выходящего воздуха. Если долго ждать, то пленка действительно сама разрушается. В этот момент ее видно лучше всего. Специально разрушить пленку можно, например, сильно подув на нее. Тогда, конечно, ситечко тонет. Загнать туда воздух снова можно с помощью той же самой трубки. Делается это очень легко, хотя выглядит это занятно. Раз, и оно всплывает. Смотри, что у меня есть. Булавка. Если просто тыкать булавкой, то ничего не происходит. Вода без проблем плотно обволакивает острие, не выпуская воздух. А вот если булавку хорошо так нагреет, то она испарит воду из одной из ячеек, появится пробоина, и ситечко снова будет на дне. Почему же воздух не проходит сквозь сито, когда оно под водой? За это ответственны два явления. Первое. Молекулы воды притягиваются друг к другу. Второе. Молекулы воды притягиваются и к другим атомам и молекулам, например, к атомам металла, из которого сделана ситечка. Притяжение реально действует на очень маленьком расстоянии, считая, что взаимодействуют только соседние друг с другом атомы и молекулы. Молекулы воды постоянно хаотически движутся из-за температуры. Остановим их на секунду, чтобы посмотреть на них повнимательнее. Молекула внутри жидкости взаимодействует со своими соседями, которые находятся со всех сторон, поэтому в среднем ее никуда не тянет. А вот молекула на поверхности воды не имеет соседей с одной из сторон, и поэтому ее тянет внутрь, в толщу жидкости. Она бы туда и устремилась, но там занято уже место. То есть притяжение молекул ведет к тому, что им выгодно находиться внутри жидкости, а не на ее поверхности. Можно это себе представить, как будто бы они соревнуются за это место, как бы толкаясь друг с другом. Поэтому если на воду не действуют никакие внешние силы, то она принимает форму шара. Так и происходит в невесомости, потому что шар – это тело, имеющее минимальную площадь поверхности при заданном объеме. То есть эта форма позволяет уместить максимальное количество молекул внутри, в толще жидкости. Результат действия этих сил притяжения такой же, как если бы что-то стягивало поверхность жидкости, выравнивая все острые края, делая поверхность максимально ровной. Поэтому мы и называем это явление поверхностное натяжение. Земное притяжение немножечко меняет картину. Большие объемы воды под своим весом имеют уже совершенно другую форму. Поэтому мы будем смотреть на маленькие капли воды. Маленькие капли воды, пока падают, тоже имеют примерно форму шара. Но все изменится, как только они коснутся поверхности. И тут все зависит от того, какой именно поверхности они коснутся. Если молекулы воды притягиваются к этой поверхности лучше, чем друг к другу, то вода хорошо растекается. Например, чистое стекло это хорошо смачиваемая поверхность. Мы еще называем такую поверхность гидрофильной. Я использую окрашенную воду, чтобы было лучше видно. Да и почти любой материал, хорошо впитывающий воду, тоже гидрофильный. А вот если молекулы воды притягиваются к поверхности значительно слабее, чем друг к другу, то тогда вода собирается в капельки. Например, тефлон, которым покрывают сковородки. Именно такой материал. Вы видите, как молекулы воды прячутся за спинами себе подобных, убегая с поверхности. Тефлон не смачиваемая поверхность. Мы еще говорим, что он гидрофобный. Почему же ситечка не пропускает воздух, когда оно под водой? Чтобы пузырек воздуха прошел через одну из ячеек, он должен очень сильно искривить поверхность воды. Поверхностное натяжение не дает ему этого сделать, потому что ячейка очень маленькая. Большой же пузырек выйти сразу не может. Его дробить на части само металлическое сито и притягивающаяся к металлу вода. Логика подсказывает, что если ослабить притяжение воды к ситечку, то все изменится. Слышь, ты сделай сначала, а потом проверим, что тебе там подсказывают. Надо покрыть ситечко чем-нибудь гидрофобным, типа тефлона. Я думаю, что подсолнечное масло должно подойти. Все мы видели, как масло может плавать в воде, совершенно с ним не смешиваясь. Молекулы воды и масло не особо тянет друг к другу. Я намазал ситечко подсолнечным маслом и опустил его на дно. Как оказалось, идея работает, но не так хорошо, как я ожидал. Воздух в гидрофобное ситечко загнать таки можно, но держится он там еле-еле. Так что при первой возможности выходит, если загнать воздух туда аккуратно, то ситечко даже всплывает. Правда, сразу тонет. Водяная пленка легко разрушается. Чтобы вернуть ситечко в исходное состояние, нужно просто промыть его с мылом. Кстати, добавление небольшого количества мыла в воду делает плавание ситечко более продолжительным. Пленка лопается значительно реже за счет того, что там теперь не просто водяная пленка, а мыльный пузырь. Зацени, что еще можно сделать с помощью капелек масла. Зубочистка на воде, а также маленькая капелька масла. Капля прилипает к зубочистке. Вторая зубочистка у меня в руке. К ней тоже липнет масло. Получился масляный буксир, работающий на поверхностном натяжении. Оценят только настоящие шизоиды, наверное, такие, как я. Еще я нашел ситечко чуть побольше. Правда, оно пластмассовое и поэтому плавает само по себе. Поэтому мне пришлось утяжелить его гвоздем. Гвоздь я закрепил просто магнитом. Вот и все. Эта ситечко тоже прекрасно плавает. С помощью него я прикинул даже, какое давление выдерживает поверхность воды, не пропуская пузырей воздуха. Плавно добавляем воздух. И в какой-то момент воздух прорывается. Чем меньше дырки в ситечке, тем больше давление, которое они должны выдержать, по идее. В данном случае они выдерживают слой воздуха высотой, ну, в парочку сантиметров. Это соответствует давлению примерно в 200 паскалей. Не очень большое давление. Наверное, поэтому заставить плавать нормально большое ситечко, у которого были ячейки еще чуть больше. Мне было довольно сложно. Видите, воздух сам по себе даже иногда выходит в виде маленьких пузырьков. Очень часто людям нужно сделать гидрофобную поверхность гидрофильной или наоборот. Это довольно распространенная задача. Ну, например, многие куртки обрабатывают специальными веществами, чтобы они не намокали под дождем. Возьмем обычный кусок бумаги и обработаем половину куска специальным составом. Угадайте, какой состав использую я. Капнем каплю воды на обе половины и сравним результат. Какую бумагу выберете вы? На этом я с тобой и должен распрощаться. У меня, на самом деле, есть еще куча баянистых экспериментов на эту тему. Но это как-нибудь в следующий раз. В конце, как всегда, просто эксперименты без комментариев. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok